90-й раз на сцене, читая сказки. Впервые в Мурманске. Гость из Санкт-Петербурга, актер кино и театра, режиссер Борис Драгилев выступил в Доме молодежи «Мистер Пинг» с моноспектаклем «Сказки про глупых взрослых». Придуманные и непридуманные истории, наивные, но такие жизненные стихотворения. Главное, говорит автор, верить в чудо, улыбаться и не забывать, что все мы родом из детства. Круглое, блестящее, солнце настоящее! На этом наш спектакль подошел к концу. Спасибо вам большое, что пришли. Приходите в следующий раз. Или еще одно, вы скажете? Еще одно, еще одно. До последнего стихотворения еще два часа. Время, за которое зрители увидели и взрослого Бориса Драгилева, и маленького мальчика Ботю, которого в детстве просили читать стихотворения для маминых и папиных друзей. «Папины ноги, мамины ноги. Я между ними бежал. Папину руку, мамину руку крепко в ладошках держал. А под ногами, а под ногами фантик блестящий лежит. Я поднимаю его, поднимаю, фантик на солнце блестит». Сам Борис Драгилев в возрасте говорит так. Не и 3, и 33, и 333 года одновременно. Сама цифра не имеет значения. Важно, насколько ты себя чувствуешь. И можешь ли вытащить на белый свет того маленького мальчика или маленькую девочку. Самых добрых, наивных. Тех, кто еще не знает хитрости и лжи. Мужчина вообще всегда, он как ребенок. Тем более, с возрастом забывается. А тут, наверное, напомнит артист, кто приехал об этом. Оказалось, мнение Дмитрия готов разделить весь зал. «Кто сейчас маленький? Все? Все? Ладно, а кто большой? Кто сейчас большой? Есть? Подайте голос». «Я здесь». «Почувствовать себя детьми захотели почти все. Почему бы на время не окунуться в сказку? Впрочем, некоторые убеждают, они там живут постоянно. «У меня сейчас маленький ребенок, ему 2 года, поэтому сказка каждый день происходит. И я ему читаю сказки, и у нас сама жизнь как сказка. И мне захотелось тоже попробовать окунуться в этот мир, вспомнить те сказки в детстве. И самого автора исполнителя послушать, какие у него были сказки любимые, и что он сочинил». Желающих послушать Бориса Драгилева оказалось так много, что некоторым пришлось расположиться в проходе и на подушках. Но в тесноте да не в обиде. Сам дом молодежи аншлаги собирать нередко. И это не только звездные гости, но и свои театральные постановки. Можно было бы и побольше зала иметь, это всегда. Но мы собираем, да, что делать приходится. Размещаем, вот там видно, кто где, вот так друг на друге. Но всем интересно, все с удовольствием приходят. Главное настроение, а его для публики в эти выходные сумел создать добрый сказочник. Кстати, своими произведениями Борис Драгилев дополнил сказки Камелии Сандрин. Правда, формулировку сказки для глупых взрослых поменял на сказки про глупых взрослых. А ей гроб очень понравился. Такой идеальный, просто полированное дерево, подушка удобная. Но она настаивает на своем. А вот не такой, это, охота же побольше денег любить. То ли за один гроб, то ли за целый, два гроба сразу. И он тогда решил ее... Ресторан пригласить. Неожиданные повороты сюжета и, на первый взгляд, наивные, глупые истории. На самом деле, каждая из них несет глубокий смысл. Как из Пушкина. Сказка ложь, давний намек, говорит Ботя. Анастасия Карева, Михаил Мелехов, телекомпания Арктик-ТВ. Смотрите сегодня в 19.00 программу «Проще говоря» с Борисом Драгилевым. О том, как увидеть волшебство в повседневной жизни. Своими секретами актер поделился с Анастасией Каревой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова